Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу свои покупки из магазина Спортмастер. И давайте начнем с первого. Первая это у нас с вами шапочка Nike. Ну, сейчас мы с вами ее рассмотрим. Давайте быстренько посмотрим, что здесь еще. Это теннисные шарики. Сейчас я вам все объясню. И, конечно же, средства для стирки изделий из пуха, шерсти и шелка. Воли Спорт. И, откладывая пакет, начнем мы с вами с шапочки. Шапочка Nike с логотипом. Вот таким вот образом она выглядит. Это шапочка Бенни. Цену вы уже здесь видите. И из чего она сделана? 100% акрил. В принципе, это меня не пугает абсолютно. Мне очень понравился цвет этой шапочки. Жаль, что она, конечно, не черная. Но она темно-синяя и идеально выглядит. Отличная шапочка. Выбор большой в магазине Спортмастер. Можно что-то подобрать и для себя. Следующее, в общем-то, к чему были куплены эти теннисные шарики и данное средство. Это к новой моей зимней куртке. Ну, откладываю моющее средство. Оно нам пока не нужно. Шарики теннисные вы уже тоже видели. И приступаем к самой куртке. Очень мне хотелось купить пальто фирмы Merrill. У меня уже есть жилет, как вы ранее знаете. Я покупала. Видео можете посмотреть ранее покупки в магазине Спортмастер. Но, к сожалению, Merrill именно из зимней куртки не было. Была до минус 10, но для нашей московской погоды это не совсем то, что нужно. Потом я мерила куртку Columbia. Точнее, не куртку, а именно пальто. Оно чуть выше колена. Но оно мне не очень понравилось из-за того, что там был достаточно хлипкий капюшон и крепление было на пуговицах. И выбирая между фирмой Termit и Columbia я остановилась на вот данной куртке, которая в себе по составу имеет и пух, и по поли... Сейчас вам скажу точно. Так, давайте посмотрим. Вверх 100% полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. Утеплитель перед спинкой 70% утиного пуха серого. И 30% утиного пера. Серый утеплитель рукав капюшон 100% полиэстер. Ну и здесь мы с вами видим, что можно сделать с этим изделием. Как его правильно стирать и как за ним правильно ухаживать. Очень мне понравился материал. Это непромокаемая куртка. То есть для меня в плане выбора зимней одежды очень важно, чтобы не промокала ткань. Потому что если будет мокрый снег, обычно он такой бывает, как будто бы дождь проливной, то не хочется быть мокрой. И вот такая вот курточка. У меня, конечно, зимнее пальто было. И вот на смену ему я купила вот такую вот курточку. Я обязательно потом уже, может быть, ближе к зиме сниму маленькое видео проходки вот в данной куртке. Но не сейчас. Сейчас очень не жарко, конечно. Что хочу сказать про данную куртку. Во-первых, она больше как полупальто идет, потому что она прикрывает попу. И это очень важно, потому что зимой в активные ветра все-таки хочется быть защищенной. И давайте посмотрим, в чем плюс данной куртки. Ну, во-первых, мы с вами видим здесь пух. Образец пуха, который используется в данной куртке. Логотип термит. И мы с вами видим, что здесь используется технология от ветра и влаги. То есть она непромокаемая куртка. Стоимость вы ее тоже видите. Вот. И размер здесь 42. Эта куртка большимерка. То есть я вообще планировала купить размер 44. Но когда примерила ее на худи, которую я, в общем-то, зимой ношу, я поняла, что эта курточка идеально на меня села. То есть куртка 42-го размера. Ну и давайте рассмотрим подробно, собственно, дизайн. Очень мне нравится материал. Термит-фирму я также еще не носила. Не могу про нее ничего сказать. Здесь есть кармашек на липучке он. Почему-то мне казалось, что он будет на молнии, но нет. На липучке достаточно маленький, но это для проездного и либо для каких-то мелочей. Очень мне нравится, как пошита данная куртка. Сейчас, конечно, камера немножко ее такой, знаете, сероватый. На самом деле цвет такой бледно-бледно-серый. То есть он не такой темный, как вам кажется. Ну и давайте посмотрим застежка здесь на молнии плюс липучки. Очень мне нравится подкладка из ткани. Также здесь есть вот такая вот застежечка. И на резиночке данный подклад. Очень красиво. Просто вот настолько все выполнено в своем дизайне. Это, конечно, радует. Здесь есть внутренний кармашек, как в обычной куртке. Ну и, собственно, мы с вами видим здесь размер. Европейская S как раз таки. А русский это XS. И давайте посмотрим, рассмотрим сам капюшончик. Капюшон здесь никакой не пристегнутый. В этом и отличие большое от куртки Коламбия. Потому что там капюшон пристегнут на пуговицах. Эти пуговицы, они расшатаются потом и будет капюшон спадать. А для меня важен переход от горла к капюшону. Ну, плохо, конечно, что здесь нет меха. И окантовки именно на самом капюшоне. Но это не так важно. Очень мне прям понравилась эта курточка. Все вот в таком стильном дизайне сделано. Фото я вам также предложу к этому видео. И здесь также есть регуляция по объему головы капюшона. Как и в куртках Мерл. Это очень важно. Так что вот таким вот образом выглядит данная курточка. Мне она очень понравилась. И я считаю, что это достойная замена моей зимней куртки от компании Эксклюзив. Когда-то я покупала ее в магазине Снеговика. Бывший магазин Пуховик назывался. К сожалению, той куртке, которую я купила в магазине Пуховик, уже очень много лет. Она потеряла свой вид, потеряла свои свойства. И я собираюсь ее уже отдать. И поэтому я приобрела себе новую куртку от компании Термит. Я считаю, что я не зря шла в магазин Спортмастер. И удачно, просто удачно купила эту курточку. Она на мне сидит как полупальто. И это меня очень радует. Ну что же. И давайте вернемся к нашим теннисным шарикам. Девушка, которая помогала мне в выборе куртки, посоветовала мне правильно стирать данную вещь. Я знаю, что такое носить вещи из пуха. У меня когда-то было пуховое пальто. Там два варианта. Либо отпаривателем, да, то есть теплым утюжком данную вещь сушить, чтобы пух поднялся опять, да, после стирки. Либо положить два шарика в карманы данной куртки, чтобы пух не сбивался во время стирки. И два шарика она посоветовала мне кинуть в машинку стиральную. Но я пока ограничилась только двумя теннисными шариками. И решила пока не покупать четыре. Но посмотрим потом ближе к зиме, как все это будет выглядеть. И испробуем обязательно вот этот вот новый шампунь. В общем-то это, конечно, очень важная вещь. И хорошо, что есть именно отдельный такой моющий шампунь для пуховых вещей. Потому что раньше я стирала, используя шампунь для волос, либо гель для душа. То есть что-то тоже жидкое. Куртка мне очень понравилась. И, конечно, просто дикий-дикий восторг. Спасибо магазину Спортмастер, которым обнаружилась та вещь, которая мне понравилась. Которую я искала, думала еще. Но вот когда уже увидела, что да, это мое, да, мне понравилось, я ее приобрела. Так что заходите почаще в магазины. Особенно если вы ищете нужную вещь, она обязательно вас сама найдет. Ну что ж, всем отличных выходных. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok